мы продолжаем наше путешествие на юг если вы не видели наши предыдущие выпуски бегом по ссылке в описании мы были в саратове и сейчас двигаемся вниз по волге в сторону волгограда нам осталось буквально совсем чуть-чуть но квада нам подсказал заехать в одно местечко внимание александровский страшно вот и мы думали что тут страшно здесь очень даже не страшно правда немножко прохладно хоть это и юг там гуся то по улице бегают пойдем смотрим такое вот доброе утро выглядит как будто я уверенно съехал от своих родителей потому что это юрта кочевников таких жили ханы мы в александровском грабине здесь еще находится глэмпинг давайте узнаем что такое глэмпинг и что такое грабин глэмпинг это новое веяние в россии это гламурный кемпинг это большие палатки с удобствами формате больших кроватей и даже бывают такие номера в которых есть или палатки лишь отрыв которых есть удобства это санузел и душевая гламур а в этом и есть гламур а это уже гламур я думаю что всем однообразие гостиничных номеров наскучило и люди стали понимать что действительно есть красоты есть прекрасные места где можно просто отдохнуть и выйти из четырех стен бетонных но вот смотрите сами мы с вами примерно сотни километров от волгограда в удивительном природном пейзаже здесь стоят палатки юрта и домики все прекрасно оборудовано для загородного отдыха и по-моему о такой жизни можно только мечтать к тому же здесь еще и кормят а где еда там мы так мы пришли тут чай пить здесь люди гостеприимные просто так уйти не получится есть домашнее молоко есть домашний творог а это коровье мало ли не знаю а страусов видел там мало ли вдруг чувствуется что это фермерский продукт нам вот сказали что это экоферма и я думаю что многие люди могут приезжать в такие места не только за видами не только за воздухом но и за вкусом кстати теперь в кведа вы можете найти варианты гостиниц отелей или иного размещения и забронировать понравившийся вам вариант прямо в нашем приложении попробуйте сами так а теперь давайте поподробнее изучим окрестности тем более хозяева глэмпинга рассказали нам что сюда приезжают насладиться природой и увидеть уникальное тектоническое образование сейчас внимание мы пришли на это самое место которое нам и обещали мало но историческое там шоё моё что там находят зубы акул которым просто миллионы лет что там породы все фигня ребята мы просто сюда пришли и офигели потому что находясь в степях ты вообще не ожидаешь что можешь увидеть вот такое здесь обрыв высотой метров наверное 50 кто-то там в воде купается это очень напоминает крым неожиданно потому что крыму то такая холмистая горная морская местность а здесь ты приехал у тебя рельеф такой 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 вот там судя по всему как раз было какое-то древнее море древняя река в общем приехать сюда на какой-нибудь цивильный пикник посидеть посмотреть закат это просто будет фантастика какая-то я в шоке что говорить даже получается не очень ровно судя по всему именно в этом месте происходит движуха тектоническая движуха здесь какие-то плиты расходятся сходятся и образуют вот такие разломы вы даже можете видеть что вот там равнина вот там равнина а здесь похоже на какое-то русло древней реки и вот тектонические движения пойдемте вниз на пляж посмотрим потрогаем водичку и посмотрим цвет пород он очень разный посмотрите здесь по цвету песка по цвету этой породы можно отличить даже возраст ее происхождение что там содержится я конечно не профессиональный геолог и нудить здесь не очень хочу и вас в это погружать кто заинтересуется разберется но вы посмотрите насколько контрастно это выглядит и песок это что за мальдивы что за мальдивы белый песок там пляжи белые здесь пляжи белые в общем место о котором честно говоря даже немногие местные знают мы сейчас ехали с друзьями которые нам помогают здесь путешествовать они говорят и чуть и мы не знали что есть такое место вот так и вот это вода это водохранилище это волга но это ее такая широкая часть и местные называют ее море а море правда похоже потому что волны сильные и и запах классные классика любой скалы хорошо спасибо что не краской ай я люблю школа номер 40 вот эта буковка о это буковка кью ой ловки это одно из мест нашей огромной страны которая не перестает удивлять не только меня и всех людей которые посещают это место и думаю что для путешествия для развития своего своих каких-то потенциалов для расширения кругозора вот такие места имеют огромное значение для нашей молодежи для нашей страны в целом место просто потрясающе я очень рекомендую его посетить если будете в волгограде это то что вы максимально не ожидаете увидеть ну а мы продолжили свой путь в сторону волгограда но снова зацепились по дороге в этот раз за виноградник но интересно же как это все растет вам надо так давайте играть пасынки вам надо аккуратно чтобы виноград не сломался потому что виноград фрукты он еще зеленый зеленые лозы вам надо убрать пасынки пасынки это что вот они пасынки вот отсюда вырастут вот убрать засунуть под проволоку проволока не под напряжением нет не бойтесь как вы поняли я родился в белых перчатках я вам помогу спасибо так держите чтобы вертикально за какое место нужно вот здесь вот и нет еще раз перекрестите все смотрите какой ловкий чужими руками то есть вы чуть думаете что я совсем ничего не умею прям как вы окей вызов принят для игристого по классике у нас газация вот эти пузырьки это называется перляж 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 когда перляж перляж можно сказать что вы самая северная виноградная плантация в россии более правильно будет сказать если мы назовемся самой северной винодельни юга россии самая северная среди юзов так давайте попробуем я знаю что люди которые благородно относятся к вину нужно сначала его послушать покрутить на нос на вино белое розовое розовое вино мягкое приятное у меня на самом деле с белыми винами какие-то тяжелые отношения а нужно скорее белое или она скорее красную это красный виноград но он у нас по белому способу кто придумал эту винодельню основоположником у нас является гусев эдуард григорьевич его на сегодняшний день 87 лет хорошо залог его долгой жизни как он сам говорит это каждодневные прогулки по свежему воздуху и стакан красного вина не является индивидуальной рекомендацией ну наконец-то мы добрались до самого волгограда волгоград это крупнейший город на юге россии город герой крупнейший промышленный научный и культурный центр до пит стопы были очень приятные и красивые но в городе нас уже ждет дмитрий с которым мы договаривались встретиться еще до приезда и вот тут то у нас завязалась настоящая дружба назовите три локации которые должен посетить гость волгограда именно пешком пройти прогуляться променадом так но вообще весь наш центр его хорошо ходить пешком он у нас маленький так то есть можно примут от храма александра невского получается рядом вот обычно всегда так я встречаю группу на вокзале потом мы идем в александр невский храм помолясь вот потом посещаем музей тут же мы посещаем кафе идем допустим в планетарии там же пешком через дом павла выходим планетарию то есть реально вот за четыре часа ты обойдешь весь исторический центр нашу центр это первое да да вот сарепта тоже конечно очень интересное такое место и красноармейский район это сам по себе такой город в городе наверное набережная да она но набережная опять-таки центр города если говорить опять-таки центральной части города это набережное одно и еще улица мира вот который вот как раз перед нами это другое с очень интересной архитектурой по тоже послевоенный напоминающие доходные дома середины конца 19 века все эти места мы обязательно посетим и покажем вам но мы не могли обойти стороной основную точку притяжения туристов и одну из основных причин посещения волгограда следующее место нас привело нисколько квада а сколько понимание что приехать в волгоград и не посетить его будет как-то нечестно она не торжественное она не какое-то про развлечение и веселуху это трагичное место это место памяти это мамая в курган волгоград это город-герой с огромным количеством достопримечательностей жители города отдавали свои жизни и силы ради защиты нашей страны в период великой отечественной войны сюда приезжают посетить места битвы и поклониться монументом памяти защитников мамая в курган это крупнейший мемориальный комплекс в россии здесь расположен зал воинской славы где можно увидеть торжественную смену караула знаковое место и символ города эта скульптура родина мать зовет скульптура находящаяся в центре ансамбля героем сталинградской битвы на мамаевом кургане является самой высокой статуи в россии и одной из высочайших статуй мира здесь все и так ясно без лишних слов настало время чего-то большого и железного мы на местном стадионе это волгоград арена стадион международного класса конечно он был построен к чемпионату мира 2018 года правда здесь прошли всего четыре матча но этого хватило для того чтобы его признали лучшим стадионом среди всех на том самом чемпионате сейчас здесь проходят всякие концерты мероприятий конечно здесь играет и тренируется местный ротор в цветах кстати одной питерской команды интересно пойдемте внутрь посмотрим внутри что там происходит я тут как раз закончил один сериал футбольный смотреть проверим все ли так мы попадаем это место называется чаша стадиона напомню 45 тысяч мест и уникальность в чем этой конструкции она вантовая здесь вантовая крыша не целиком но над трибунами ничего на вас капать не будет и по сути если так упрощать эту инженерную мысль это колесо велосипеда где есть контур и есть спицы это огромное количество стальных канатов которые все это держит технология уникальная хотя говорят где-то в турции и в варшаве еще очень похожи газон настоящий ротор надпись здесь есть она была на стадионе старым который здесь был раньше до чемпионата мира после чемпионата снова сюда эту надпись нанесли потому что ротор кстати кристоферу но он очень понравилось похоже на довод я кстати занимался сам футболом продолжаю играть на любительском уровне но я никогда в жизни не играл на настоящем газоне как-то такого в моей жизни не было поэтому я очень хочу его потрогать хотя бы руками пойдем интересные факты первое его поливают каждый день специальное устройство чтобы газон был в порядке потому что напоминаю он настоящий он растет его нужно поливать так главное не выйти за техническую зону и второе он прошит специальными нитками чтобы был крепче и футболисты своими подкатами его не сносили и длина нити здесь 48 тысяч километров это всю нашу землю по экватору и еще до владивостока зайдем в музей стадиона здесь все в основном относится к чемпионату мира по футболу который здесь проходил видно мяч ну конкретно им не играли мне сказали но это настоящий оригинальный мяч adidas сделали там внутри есть чип так что кто боится чипироваться не переживайте мячи тоже чипируются здесь еще есть мяч с ретро матча играли ретро матч как в 1943 году разные подписаны футболки кстати сборная исландии сборной японии и даже команды по регби а там есть автограф аршавина мы внутри одно из раздевалок логично что их две и конкретно в этой мылась переодевалась и вкусно пахло сборная англии и сборной японии японцы кстати были шокирующими чистюлями они убирали мусор за собой на стадионе болельщики футболисты после матча полностью убрали начисто раздевалку и оставили записочку спасибо тактика куда если серьезно ощущение именно масштабные да это не самый большой в мире стадион не самый большой в россии даже но 45 тысяч мест и вы приходите в пространство которое вас так погружает себя завлекает как первое путешествие в горы или в какой-нибудь холм вот обрыв примерно то же самое вы чувствуете и даже если вы не дикий фанат футбола я думаю стоит хотя бы раз хотя бы два прийти попробовать возможно вот эта энергетика огромного количества людей вас затянет ну и вы станете футбольным фанатам будь потом пиво пить драться сколько город в длину правда что вот я смотрю туда за горизонт где-то очень далеко торчат трубы и это все еще волгоград абсолютно верно и даже есть такая версия легенда что тот кто живет в красноармейском районе самом южном и самом отдаленном скажем так от центров никогда за всю свою жизнь не доезжает до последнего района до тракторного то есть самого северного примерно на 85 километров вдоль волги вытянута это люди думают что москва там гигантская уж там 35 или сколько 40 километров в мкаде диаметром а здесь 85 но при этом ширину он километров 5 нет чуть побольше 16 здесь есть немножечко царицынского периода здания постройки конечно послевоенного сталинграда и уже современного волгограда в принципе это самый исторический центр города здесь есть различные эпохи например мы сейчас можем увидеть железнодорожный вокзал самому факту существования на этом месте вокзал уже 160 лет а здание по архитектуре абсолютно новое уже советского периода как работала вот это каланча человек здесь сидел смотрел где пожар где дым главное не перекутать с дымом от меня пожара и снизу выезжали пожарные кареты абсолютно верно да то есть он на что город был не сильно высокий широкий как сейчас да поэтому два максимум три этажа очень город было хорошо видно да здесь примерно два человека от команды располагалась и если в дневное вывешивали время определенные шары которые наверху даже помещались если один шар это значит надо было ехать на юг если четыре шара значит на запад и вот так юг запад северо-восток не было прямо координатой номера дома получается что так да получается опасненько это было то есть нельзя сказать здравствуйте у нас пожар на 9 советской номер 4 5 этаж поэтому только вот примерно где это располагается можно туда и поехать там пожар там дым да и вот они туда вывешивают шар и вот туда они направляются раз уж мы начали окунаться в историю волгограда давайте нырнем самые глубокие ее глубины в 1952 году была сенсация когда была открыта сталинграде крупнейшая стоянка человека неандертальского на континенте называется сухая мечетка у спартановка по-прежнему спартановка и лишь одно очень горько раскопки велись в течение двух лет все что нашли передали в краеведческий музей вот вы все это здесь видите вот то что не доели наши неандертальцы а сама стоянка была законсервирована ну а позже были потеряны чертежи и над стоянкой вызвали гаражных оператив кстати помните из истории такую группировку как золотая орда именно тут в свое время она наследила и орудовала в 13 веке когда уже как говорится полностью была разделена между наследниками огромной империи чингисхана здесь возникает огромное объединение улу старшего сына он получил название алтын орда или золотая орда ну а 150 с лишним лет раскопок и все что вы здесь видите как варсет как бачу за этот период и вот уже перед нами возникают города которых нет если вдуматься переправиться через волгу 70 километров в сторону ленинского района и мы бы попали в столицу золотой орды в сарайберке когда была снова наш город 1589 году числом день 18 июня 2 июля я назвал свой день рождения 18 июня до почти уже почти вот таким родился наш город на свет маленькой крепостью и то только после победы русского оружия когда при иване грозном присоединили к российскому государству астраханское ханство это была великая победа мы волгу стали называть русской рекой а раз есть земля ее надо закреплять а закрепляли ее только строительством уже русских городов и вот так родился наш царитель удивительный город волгоград аккуратный достаточно чистый спокойный и очень зеленый посещать город можно в любое время конечно летом он будет красивее но летом здесь бывает невероятная жара поэтому начиная с начала сентября здесь самая комфортная погода для прогулок мы сейчас у храма красивого но вокруг него еще более красивый какой-то скандинавского стиля парк и сочетание необычное как так получилось на самом деле обычная потому что александр невский откуда он прибыл он был севера россии и этот парк он тоже символизирует как бы север сейчас даже дождь я смотрю пошел почти как на севере нашей страны да и вот эта часть по которому ходим она называется северный парк и здесь у нас валуны из карелии даже то есть это прям до филиал петрозаводска вот и действительно архитектор вдохновлялся вот именно северными парками швеция финляндия и создал такой я считаю чудо потому что на небольшой территории это фактически сквер называется александровский сад и он действительно делится на территории северный парк южный парк и собственно вот его центральная часть и сразу сюда пришли люди и сразу сюда пришли дети вот и сразу стал такой одно из любимых мест волгоградцев очень неожиданное пространство вокруг храма потому что круг храма обычно либо что-то огорожено свое либо просто площадь но вот никак не такой современный модерн досуг а что можно про сам храм сказать ну кстати по поводу храма ведь храм он же лицетворение райского мира а райский мир это сад эдема поэтому парк при храме это исконно такая христианская тема на самом деле да 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 этот храм воссоздан его историческое место было немножко дальше там где у нас вот его мемориальная части площадь павших борцов то есть там конечно уже застраивать нельзя там похоронены солдаты гражданской войны великой отечественной вот это место нам просто готовилась действительно под храм потому что в послевоенные годы предполагалось что здесь вознесется восьмая многоэтажка восемьдесят седьмом году деньги наконец-то выделили но их не прислали то что началась перестройка да и как-то вот так вот просто баспорт не прислала вот и в итоге вот в 2016 году началось строительство храма александра невского я спрашивал специально даже вот архитекторов и у меня прям несколько девочек молодых специалистов архитекторов прямо по старым фотографиям воссоздавали кирпичи кирпичку чтобы все было абсолютно аутентично от таких интенсивных прогулок по городу у меня разыгрался аппетит давайте попробуем что-нибудь местного наверняка кухня по волжье нас сможет удивить куда же мы пришли мы пришли на панораму потому что нас послали конкретно мы тут встретили двух парней на улице они такие пацаны идите в реку мы пришли в реку точнее на реку точнее сбоку от реки точнее в реку потому что река это местный ресторан здесь и виды и местная кухня и голодный яхт местное гостеприимство просто поражает я думаю по глазам было видно насколько мы проголодались и тут же перед нами раскинулась целая поляна всевозможных закусок аперитивов и разносолов кстати заказывая уху обратите внимание что она готовится на наваристом бульоне и совершенно аутентично подается конечно же главные дары волги это рыба это стерлиц это скажем так младшая сестра сетра она даже жирнее немножко и чтобы не портить нежный вкус этой речной рыбы мы запекаем ее только в черной соли это соль это черная соль она позволяет сохранять свойства сочность рыбы и не использовать никакие приправы ничего лишнего что может испортить стерлиц очень нежная но я просто привыкла вообще до ножом все это делают снимает ложечкой потом кожу некоторые кстати официанты они получают удовольствие от того что они разделывают рыбу и бывает такое что кто-то ходит и говорит мне сегодня ни одной стерляди не было это такой релакс на самом деле это максимально колоритно рестораны местным бывают разные хорошим сервисом и так далее но подача и вот это аутентичность принадлежности к месту здесь прямо на максимуме погнали рыбу всегда нужно кушать прямо достойно потому что блюдо не самое простое эстетика эстетика это правда к рыбе но не ко мне ну интересный вкус правда если вы хотите попробовать что-то новое даже если вы всю жизнь едите рыбу я думаю это того стоит вот так на берегу величественной волги с отличным видом и интерьером в потрясающей компании можно привести свой день или вечер не забывайте что мы вместе с квада собираем впечатления и делимся с вами самыми яркими и самыми вкусными какие они волгоградцы чем они отличаются от других волгоградцы привыкли к большим расстояниям волгоградцы привыкли к сухому климату волгоградцев не страшит температура в тени плюс 44 волгоградцы да не таки волгоградцы дачники это вообще природа и мы это очень для нас единое потому что рядом у нас город и рядом тут же у нас волгохтубинская пойма то есть буквально 15 минут и ты уже где-то там сидишь там жаришь шашлыки купаешься в волге что в волгоградцах странного я бы сказал что мы немножко и то чтобы ленивы не торопливо что ли как то вот так вот наверное может у нас какой-то такой странный юг мы с одной стороны мы южный город но это не сочи это точно не сочи это какая-то вот такая вот свое свое какая-то планета волгоград то есть одной стороны ты юг но это не сочи это вот какой-то вот волгоград то есть не астрахань и саратов там это другой стороны вот есть такая фишка нас все-таки Советский город. И у нас вот это советское наследие, оно очень мощное, потому что в силу объективных причин. Вот таким, наверное, Волгоград. Ну, не знаю, я люблю Волгоград. Мне нравится. Мы так долго ехали в Волгоград и делали несколько остановок до него в интересных местах, но все же снова решили его покинуть. Потому что погулять по Волгограду вы можете и сами. А вот показать несколько интересных мест вокруг мы просто обязаны. Итак, мы за городом. Или мы все еще в городе? Что-то с этими расстояниями непонятно. Мы уже выехали из Волгограда, двигаемся дальше в направлении Ростова-на-Дону, но в этом выпуске нам нужно снять еще обязательно парочку классных мест. Спасибо КВЭДу, что не дает нам проезжать мимо и всегда говорит водителю, стоп, стоп, нужно остановиться. Снимаем вот это. Здесь, мне сказали, можно увидеть самый красивый в мире проход корабля через шлюз. Давайте смотреть. Ну, не знаю, как-то это все не очень быстро. Давайте просто поверим на слово. Наверное, главная достопримечательность Пятиморска — это мемориал соединения фронтов. Эта 16-метровая скульптура находится немного в стороне от реального места встречи фронтов, потому что она находится на дне вот этого водохранилища. Соответственно, скульптуру было бы там поставить сложно. Впечатления странные, так как скульптура сделана из белого камня, солдаты на ней улыбаются, и вроде бы должно быть такое ощущение праздника, торжества. Но это как-то перебивается тем, что рядом здесь, в братских могилах, похоронены более 4000 советских солдат. Конечно же, не стоит забывать и про всевозможные активности. И в окрестностях Волгограда мы нашли классных ребят. Ну, во-первых, начнем с того, что мы располагаемся на Кельковском побережье. Здесь у нас одна из разновидностей отдыха на территории побережья — это как раз-таки отдых на воде, то есть это сапсерфинг и каяки. Как показывает, опять-таки, практика, нашего инструктажа вполне достаточно для того, чтобы абсолютно незнакомый человек с оборудованием, да, может смело встать на воду и уже через 10-15 минут, так скажем, после освоения этого оборудования уже кататься, наслаждаться, собственно, отдыхом. Сейчас я расскажу, как на коленях кататься, и потом расскажу, как встать. Ручка для транспортировки центр доски. Относительно этой ручки мы располагаемся на доске. Располагаемся таким вот образом. Между коленочек у меня ручка. Все, я ее вижу. Коленочки расставил достаточно широко, тем самым я лучше ощущаю баланс доски. Мы не гоняемся, мы не за медали, поэтому мы на релаксе. У нас есть сегодня одна задача — это не упасть. Не упасть. Да ладно, кстати, вода уже не такая холодная. В общем, давай. Что, мы немного проплыли. Понятно, что мне тут непросто снимать и грести одновременно. Но в целом скажу я вам, если хоть какая-то спортивная подготовка и координационная у вас есть, это будет не так сложно. То есть просто контролировать равновесие, держать. Может быть, вы когда-нибудь плавали или катались на скейте, плавали на серфе. Тогда здесь, в принципе, очень сложного не будет. Главное — все делать технично. Кстати, слушайте наши подкасты. Я там делал выпуск подкаста с Стасом Вулкановым. Это парень из Беларуси, который прям профессиональный сапсерфер, сапбордер, который проплыл всю Волгу на сапе. Он проплыл больше трех тысяч километров, больше месяца, без остановки. То есть каждый день 10 часов гребет, спит, ест. И так безумие. В общем, это безумие можно послушать. Помните, вначале Дмитрий одной из точек своего чек-листа рекомендовал нам прогуляться по Сарепте? Вот мы и решили туда отправиться. Это мог бы быть отель, где мы живем, но не получилось. Мы приехали в музей-заповедник Старая Сарепта. Это несколько исторических зданий, которые были основаны колонией Гернгутеров. Кто это такие, я не знаю, и вы не знаете. Пойдем узнаем. Это религиозное братство, которое, собственно, основало поселение Сарепта. Вообще история этого братства уходит корнями далеко в 1727 год, когда в городе Гернгут была основана религиозная община, назвавшая себя по имени города Гернгутской. Это где? Это Саксония. Название немецкое, то есть это люди, которые приехали сюда? Да. Они приехали на территорию России по приглашению императрицы Екатерины II. И основной целью их жизни было миссионерство. Это несение слова Христова не христианским народом. Коими здесь на тот период времени были калмыки, и, собственно, ради них они сюда и прибыли. Но калмыки уже к тому моменту были убежденными буддистами, получается, что миссия этих людей, она изначально оказалась провальной. То, ради чего они приехали, им это сделать не удалось. Вообще, по некоторым данным, от пяти до семи человек было обращено в их религию за весь этот период времени. Пять-семь человек за всю историю? Да, это очень мало. Это не очень эффективный бизнес. Ну, поэтому и колонию приказали расформировать в 1892 году. Она официально перестала существовать, но при этом, при всем, люди остались жить здесь. Многие действительно вернулись обратно, но Сарепта стала для них уже родным домом. Они были коренными жителями, они уже не представляли, как можно жить в других условиях, в других местах. И остались жить здесь, организовали небольшую общинку и жили вплоть до 1941 года здесь. Порядок и уклад жизни в поселении Старая Сарепта в то время очень сильно отличался от типичного для жителей Российской империи. Дело в том, что когда императрица Екатерина II их сюда пригласила, она выпустила документ, жалобная грамота он назывался, в котором были прописаны все правила и порядки, по которым они должны были здесь жить. Конечно, они были. Какая своя конституция? Вроде того, да. Первое, самое важное, она выделила им суду на развитие будущей колонии, освободила их на 30 лет от податей налогов и разрешила здесь вести самоуправление. Здесь собственный свой управленческий орган был, его представлял Форштейр, Даниэль Генрих Фик, это первый Форштейр Сарепты. Ну, по сути, это администратор колонии. То есть он решал план развития колонии, план ее строительства, следил за всеми ремеслами, за всеми производствами. А пастор, религиозный наставник, он уже решал духовную такую составляющую. Он читал проповеди, учил людей верить, молиться, любить. Мы идем в дом пастора, сюда не вводят экскурсии. Здесь вообще страшно темно и немножко сыро, но нам сделали эксклюзив. Пойдемте. Я ничего не боюсь. Мне сказали, что здесь куча страшных историй, много легенд. Понятно, что так пугают всяких туристов, но нас не запугаешь. Нам сказали, что здесь была похоронена невеста, и где-то здесь есть клад на 25 золотых слитков. На эти деньги мы можем вообще что хотим сделать, хоть второго оператора на ней. Вообще стоит побольше времени уделить изучению этого поселения. Например, здесь есть дом аптекаря. Он раньше был таким своеобразным светским местным притяжением. Можно было прийти, узнать новости, выпить чаю, приобрести травы, которые, кстати, выращивали прямо на заднем дворе дома. Помимо всех лекарственных препаратов, можно было приобрести некоторое количество масел, можно было купить губную помаду, и было очень интересное лекарство от депрессии. Это были шоколадные пирожные. Вот они прямо позади вас располагаются, да. Ребята, все, кто переживает, что у него депрессия, и он решает это только пирожными, все нормально. Это медицина немецкая, кстати. Интересный факт. Горчичное масло, которое продается по всей стране, производят в Волгограде. И это не случайно. В мире есть три основных сорта горчицы. Английская белая, французская черная и сарептская. Она получилась случайно. В результате экспериментального скрещивания английского и французского сорта. Сарептская сиза преподнесла, знаете, какой сюрприз? Она была самая терпкая из всех этих представителей. То есть английская, она такая более нейтральная, французская, она сладковатая, ее еще из-за этого женская называют. Ружуская такая. Да, а вот советская сиза, она, конечно, прославилась именно своей такой терпкостью, скажем так. И сейчас она производится здесь же? На территории Волгоградского области. И экспортируется по всему миру? Все верно, да. И в 1810 году, кстати, что стоит тоже отметить, здесь был построен первый горчичный завод на территории нашей страны. То есть до этого подобных технологий здесь не было. Мы попали в библиотеку, и здесь помимо множества обычных книг, есть книги на немецком языке, есть книги на старо-немецком языке, написанные старым готическим шрифтом. Вот эта книга, например, 1898 года. Я умею читать по-немецки, но здесь у меня это дается очень сложно, потому что все написано совершенно непонятно. И напоследок мы припасли для вас самое интересное. Как мне сказала моя любимая съемочная группа, в кавычках, если что-то пойдет не так, то уж хотя бы на этот выпуск мы материала набрали. Давай, Серега, вперед. Вы хотели экстрима? Вы хотели меня отправить куда-нибудь? Пожалуйста. Это я к своему продюсеру обращаюсь. Мы приехали в поле. Здесь. Аэродром. Там есть кукурузники, но мне сказали, кукурузник себе пока не надо. Есть паралет, парень. Бензопила с моторчиком и парашют. И мы сейчас полетим в небо, чтобы посмотреть на все эти пейзажи с высоты. Посмотрим, что получится. Я никогда не летал на каких-то маленьких мобильных средствах, только на больших самолетах. Больше всего в жизни я боюсь высоты. Класс, да? Дмитрий, меня куда и на чем хотят отправить? Расскажи. Вас хотят отправить в полет на парамоторе, паралет, паратрайк, его кто как называет. Высота у нас сегодня полета не более 300 метров. Вот над городом, естественно, мы не летаем. То есть, но все будет красиво и видно. Опа! Надежно. Пластиковая. Надежно твою изоленту. Ты на синюю изоленту не надо мне тут. Она рулится. Ну за мне. Девоку-полета. Слово. Масли. Эти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обещаю, будет еще интереснее